Друзья, меня зовут Михаил, продолжаем туториал по Европе Университет 4, и в этой части мы рассмотрим вкладку о стабильности экспансии и религии. Конечно, религию будем рассматривать на примере католической державы, однако изменения не настолько существенны. Так что, пока что о стабильности. Первое, что попадается на глаза, это военная истощенность. Величина, которая будет повышаться по мере того, как вы будете вести войну. Прежде всего, или скорее так, наиболее быстро она будет расти от того, как сильно вы несете потери. То есть, если вы проиграете крупное сражение и потеряете всю армию, можете не сомневаться, ваша военная истощенность скакнет. Если у вас оккупируют земли, чем больше земель оккупирует противник, тем быстрее начинает повышаться ваша военная истощенность. Для этого существует вот эта вкладка, в которой ее можно искусственно понижать на 2 очка за раз. И стоить такие 2 очка будут 75 дипломатической силы. Если меньше 2 очков военной истощенности, ее нельзя понизить. Если она больше, уже можете снижать. То есть, и снижается она ровно на 2 очка. Чем она выше, тем ниже мораль вашей армии, и тем выше становится риск восстания по стране. Когда начинаются проблемы, снижается налоговая ставка, если я не ошибаюсь, там много штрафов появляется. Пока вы в мире, истощенность будет сама по себе снижаться. И есть дополнительные реформы и много разных инструментов, каких-нибудь интересных событий, которые будут искусственно повышать или снижать вашу военную истощенность. Это то, что касается истощенности. Следующее, это стабильность. Про стабильность мы уже говорили. Соответственно, здесь ее можно искусственно повышать на 1 очко. И стоить это будет от 0 до 1 уровня будет 100 административной силы. Если стабильность у вас отрицательная, чем ниже это значение, максимум минус 3, соответственно, с минус 3 до минус 2 это будет стоить довольно дешево. И чем выше, чем дальше это будет приближаться к 0, тем выше будет эта величина. И чем дальше вы будете идти в плюс, тем дороже. То есть, чтобы перейти с 0 на плюс 1, вы будете платить уже не 100, а 150. Поэтому повышать ее прямо уж так рьяно не всегда имеет смысл. Хотя это всегда полезно, потому что вы будете получать больше доходов от торговли, у вас будет падать риск восстания, вы будете получать больше доходов от налогов, от всего, от всего, от всего. Поэтому положительность, стабильность, конечно, это хорошо, однако злоупотреблять тоже не стоит. Известны моменты, когда искусственно повышается стабильность, а затем летит комета, и все проклинают, и стабильность падает. Это одно из самых раздражающих событий в игре, появление кометы, в которой ничего нельзя сделать, просто теряешь стабильность и все. Следующее. Колониализм и экспансия. Это вкладка, которая показывает, насколько далеко вы можете колонизировать, то есть ваше колониальное расстояние. Как далеко вы можете отправить колониста, по сути. И количество колонистов, то есть поселенцев, которые вы получаете, скажем, ежемесячно, в данном случае. У нас сейчас нет колоний, поэтому активно ничего не колонизируется. Рассказать про это пока что более подробно я не могу, однако имейте в виду, что можно следить за колонизацией отсюда. Кроме того, есть вкладка субъектов, которая будет показывать ваших вассалов и колонии. Пока что у нас таковых нет, поэтому кнопка неактивна. Следующее это ваша, скажем, чрезмерная экспансия, то есть земли, которые вы аннексировали совсем недавно, но еще не включили в состав своего государства. Они будут отображаться здесь в качестве процента излишней земли. Рассчитывается это очень просто. Когда у каждой провинции, это постепенно нас подводит к окну провинции, об этом мы тоже поговорим, каждая провинция имеет какую-то базовую стоимость. Чем эта базовая стоимость выше, тем дороже будет эта провинция вам обходиться при заключении мирного договора, если вы хотите ее аннексировать, и тем дороже вам будет стоить включить ее в состав своей державы. Вы можете видеть, что формула очень проста. Если здесь 11 и стоит это 220, возьмем Арагон, стоимость 7, будет 140. Это именно столько административных очков нужно будет потратить на интеграцию этой провинции после того, как вы ее оккупировали и прибрали к рукам в мирном договоре. Соответственно, очень просто. Вот эта базовая стоимость провинции увеличивается в 20 раз. То есть, вы можете ее на 20, получаете то, сколько административной силы вам нужно будет. Таким образом, вы можете заранее посчитать, сколько административной силы вам нужно будет потратить на то, чтобы аннексировать те или иные земли. Если у вас есть претензия на эту провинцию, это будет стоить вам в два раза дешевле. Если у вас есть вот такая золотая кайма, то есть, это ваша провинция по праву, вам не нужно будет ее включать в состав национальных или никак интегрировать. Она просто легко и свободно войдет в состав вашего государства, вам не нужно будет тратить административные очки. Это ваша земля. Это тот плюс от провинции ядер и от претензий. Чем больше претензий у вас есть на земле, которые вы захотите захватить, тем дешевле вам обойдется их интегрирование. Соответственно, здесь будет просто появляться, если вы нажмете, будет активная кнопка «Менедж», и вы увидите все провинции, которые можно включить в состав вашего государства, которые вы оккупировали, но не включили в состав государства. И будет подписано, какое количество дней уйдет на их интегрирование. Ну, также здесь будут потом еще появляться шкалы, по которым можно будет следить о том, как этот процесс идет. А то также можно будет за этим следить, и вот здесь вот появится маленькая шкала, которая будет показывать создание этого самого ядра. Так. Далее здесь подписываются, будут показываться все мятежники, которые есть на территории вашей страны, насколько они близки к достижению своих целей. То есть, чем больше провинций будут оккупировать мятежники, тем ближе они будут к навязыванию вам своих требований. Проще всего сразу разбивать армию мятежников, чтобы они не досаждали вам. Однако, если вы не можете по какой-то причине с ними справиться, проще всего, в зависимости от того, конечно, что это за мятежники, и в зависимости от того, какие требования они предъявляют, но проще всего допустить им, например, разрешить им оккупировать одну провинцию, если это крестьянское восстание, например, какой-нибудь очень большой, с которым вы не можете справиться, то, как правило, крестьяне недовольны налогами, поэтому можете посмотреть, какие требования они здесь предъявляют, и как только они оккупируют, например, одну провинцию, просто принять их требования, и эта провинция будет платить вам пониженную налоговую ставку, или не будет платить налоги вовсе, но лучше одна провинция, чем полстраны, которую они могут оккупировать, и силой навязать вам свои условия. Здесь же показывается базовый риск восстания, то есть сейчас он за счет нашей легитимности власти отрицательный минус 3, то есть у нас нет мятежников в стране вообще, и не должно появиться. Это можно посмотреть еще и здесь. Вы можете видеть, что, например, в Калисе есть риск националистов, то есть если здесь будут появляться мятежники, скорее всего они будут националисты, они хотят свободы. Здесь везде крестьяне, 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 крестьяне. Вот в Андалусии, Кордове, Эфкадисе патриотические восстания. Они стремятся к тому, чтобы присоединиться к другим странам с такой же культурой. То есть они хотят быть единым народом со своей общей культурой. Если вы посмотрите, то в Гранаде тоже та же культурная группа, что и, например, в Андалусии. Соответственно, если хотя бы на одной стороне появятся мятежники патриотического толка, хотя вот в Гранаде, например, не патриотические, а крестьянские, но у них везде крестьянские. Однако, если у нас появится большое количество мятежников патриотического толка, они могут в результате сами перейти под флаг Гранады. Сами перейти в Гранаду. Такое случается. Интересная штука, что мятежников можно поддерживать в других странах деньгами. И тогда количество, чем больше вы будете им выделять, конечно, средств, тем больше мятежников будет появляться. Таким образом, если есть какая-нибудь провинция у вашего соседа, с которым вы рискуете воевать, но у него есть большое количество мятежников-патриотов, которые могут перекинуться на вашу сторону, стоит сломить их деньгами, возможно, они смогут навязать свои требования. Это то, что касается мятежников. Следующая вкладка религии. Наша религия, католицизм, мы можем перейти в другую религиозную ветку. То есть, либо это будет реформирование, либо это будет протестантизм. Пока что таких религий еще нет. Они появляются по мере увеличения вот этого значения. Требования реформ. Эта величина будет одинакова для всего католического мира. Чем выше она будет, тем чаще и больше будет появляться разного рода ересей. И в конечном итоге это приведет к появлению целых государств, исповедующих протестантизм или реформирование. И тогда вы уже сможете, если у вас будет достаточное количество, например. Не имеет смысла это делать, если у вас мало провинций, которые исповедуют другую ветку христианства. Но если вам выгодно те бонусы, которые будет давать, например, протестантизм, то вы можете поменять государственную религию и начать проповедовать во всех своих провинциях, что протестантизм – та истинная вера. Каждая из этих веток дает свои какие-то бонусы. Но в данном случае мы католики и получаем вот следующие бонусы. У нас очень хорошее отношение к нашей собственной религии и хуже отношение к религиям, которые мы считаем еретическими. То есть это все христианские ветви. В данном случае это пока что только православие. Поэтому мы к ним относимся не очень хорошо. На минус два. Здесь же позже будут появляться, кроме православия, так же, как я говорил, реформирование и протестантизм. И так же, как мы относимся к вообще другим религиозным веткам целиком. То есть не к внутреннехристианским верованиям, а ко всем остальным направленностям. К ним мы тоже относимся не очень хорошо. Поэтому у нас будут проблемы, если у нас появится провинция такого религиозного толка. Далее показываются активные кардиналы. У нас нет кардинала, в которых мы контролируем. Это, по сути, отображает вот эту вот вкладку. То же самое количество папского влияния, которое у нас сейчас есть, его можно посмотреть во вкладке Курии. Как я уже говорил, требования реформ, насколько велико реформирование, движение реформирования. Пока что его нет. Здесь же показывается сторона, которая контролирует Курию. И можно перейти в, собственно, окно Курии. Можно назначить себя защитником веры. Это стоит 500 золотых и подает вам существенные бонусы. Однако в качестве штрафа вы будете дольше освоивать технологии. Ну и 500 золотых – солидная плата. Религиозное единство. Сейчас у нас 100% религиозное единство. Однако, и тут как раз таки вот в этом самом религиозном единстве учитываются ваши отношения к другим верованиям. Если у вас есть провинция другого толка религиозного, то у вас будет падать религиозное единство. Кроме тех случаев, когда вы нейтрально относитесь к другим верованиям. Если у вас нормальное отношение к другим религиозным верованиям в стране, то ваше религиозное единство не будет падать. В случае же, если у вас здесь будут страны с другим, провинции с другим религиозным, ну, толком, как я уже говорил, да, то есть страны, провинции, почему я все время говорю страны, провинции, в которых исповедуют другую религию, вы сможете здесь отправить миссионера, который будет их обращать в истинную веру. Но это может и занять очень долгое время, а может вообще не двигаться. Это можно сделать и из окна провинции, если щелкнуть вот здесь. Если бы здесь была другая религия, кнопка горела бы красным, и можно было бы на нее нажать и посмотреть, насколько эффективен будет миссионер в данной области. И внизу появится полоска, которая будет показывать действие миссионера. Вы можете совершать, важно понять, что вы можете совершать только одно действие над провинцией одновременно. Либо делать ее в вашей национальной провинции, либо менять в ней культуру, либо менять в ней религию. Но вы не можете менять культуру и религию в стране, в провинции, которую вы не включили в состав своего государства официально. Поэтому сначала это, потом одно из этих. Вот, это то, что касается религии и стабильности. В следующей серии продолжим. Всем пока.